Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Омбудсмен займется делами, если размер требований по одному договору до 500 тысяч рублей, рассказал управляющий отделением по Кировской области Волговятского главного управления ЦБ Сергей Крюков. Это ограничение не касается имущественных споров по ОСАГО. Такие споры омбудсмен рассматривает независимо от суммы. При этом финансовый омбудсмен будет рассматривать не все споры. Есть несколько обязательных условий. Потребитель должен попытаться самостоятельно решить спор с компанией. Если человек с ответом не согласен или его не получил, только тогда он направляет требования омбудсмену. Финансовый омбудсмен рассматривает споры только по договорам частных лиц с финансовыми организациями. И споры должны касаться только денег и имущества гражданина. Например, банк нарушил условия договора и повысил процент по кредиту. Страховая компания занизила сумму страховой выплаты или вообще отказалась платить. Но если страховая компания отказала вам оформлять полис ОСАГО или микрофинансовая организация не сообщила полную стоимость займа, то в этих случаях надо жаловаться на них не финансовому омбудсмену, а в Банк России. Финансовый уполномоченный рассматривает обращение граждан в течение 15 дней с момента получения. Срок может быть продлен, если потребуется экспертиза. Решение омбудсмена имеет такую же силу, как и постановление суда. Будут нововведения и для брокеров, услуги которых становятся все более популярными. Они будут с 2021 года обязаны предоставлять инвестору детальную информацию о каждой сделке до принятия инвестиционного решения. Сообщение должно включать информацию о текущих ценах на покупку и продажу выбранных финансовых инструментов, расходах на исполнение поручения клиента, о размере вознаграждения брокера, о дополнительном выгоде, полученном брокером при совершении сделки. Способ информирования клиента брокер может выбрать сам, например, направить ссылку на страницу своего сайта. Информация должна быть изложена понятно и доступно. Если брокер не проинформирует клиента о возможных расходах и рисках, а финансовые операции принесет убытки, инвестор сможет потребовать возмещения потерь, в том числе через суд. Нововведения помогут начинающим инвесторам точнее оценивать свои возможные доходы от вложений в ценные бумаги или производные финансовые инструменты и снизят инвестиционные риски, считают власти. Программа «Экономика» на 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова